Вадим Шувалов в рамках традиционных выездных инспекций осмотрел придомовые территории, которые в этом году попали в программу формирования комфортной городской среды. Работы выполняются на условиях софинансирования бюджетов Сургута, округа, страны и средств самих жителей. Потому подрядчики советуются с людьми. Захотят жители, засыпем песок. Не захотят, я бы не хотел. Сейчас капитальные работы на привокзальной 26 завершены, осталось посадить деревья. Но руководитель управляющей компании сетует, что саженцы лучше высаживать бы в конце сентября. Но приходится делать это сейчас, так как подрядчикам нужно заплатить деньги. В будущем Рафаэль Ульбеков попросил главу города разделить капитальные работы и приемку зеленых насаждений. В целом, объектом директор ДЭС ЦЖР остался доволен. Хочется вообще-то и побольше площадок, и чтобы они были больше, но все должно быть соразмерно тому двору, который есть, значит, в его рамки входить. К сожалению, у нас засели автомобили сейчас, с ними тоже надо что-то решать. Поэтому приходится выбирать, чтобы и машины были сыты, и площадки были целы. Стоимость работ здесь составила 6 миллионов 800 тысяч рублей. Пока, по условиям софинансирования, жители платят 150 рублей на каждый квадратный метр своей квартиры. Рассчитаться планируют за полгода. Отметим, что ремонтная дворовая компания во всем Сургуте уже близится к завершению. Вровень идут по объемам-то все, да. Сегодня вот Ленина 50, по-моему, принимает сервис-3 объект. Потом Островского будем принимать тоже сервис-3 объекты. Ну вот, пролетарские чуть попозже, там объемы побольше. Большие объемы были выполнены и во дворах домов на энергетиков 53 и 55. При этом здесь активность жителей, можно сказать, зашкаливала. Старшая по дому вместе с другими неравнодушными соседями пристально следили за всеми действиями ремонтных бригад. И не зря. В дизайн-проекте был вот этот тротуар, который необходим, а в рабочем плане его не было. Но его, слава богу, установили. Ну это благодаря вам? Ну почему благодаря? Ну и да. У вас вы вовремя. Я его рисовала первоначально до того, как делали дизайн-проект. На энергетиков закончен основной объем работ. Ждут, когда будет выполнен заказ на поставку детских и спортивных площадок, а также скамеек и урн. Учитывались абсолютно все замечания, максимально были реализованы. Если была техническая возможность, это соответствовало правилам. Все учитывались. Мы ждем поставки малых архитектурных форм. Буквально до 20-го они будут. Ориентир поставки и установлены до 20-го сентября в планах. Этим двором я доволен больше. Люди подошли, наверное, более такой с активной жизненной позицией. Не только как бы собственнические интересы. А вы заметили, что вот это для садика, мы, говорит, присмотрели, вдруг подъезжать будет. А вот эти дорожки мы продлили в парк для того, чтобы это очень хорошо. Вадим Шувалов отметил, что везде соблюдены нормативы доступной среды и выполнены понижающие бордюры. Кстати, свежевымощенный тротуар, вызвавший из-за своего крутого угла наклона волну народного возмущения, обещали все же переделать. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.